Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Как сегодня, как всегда, в это время мы говорим о российском бизнесе. Тема сегодняшней программы «Как сделать продукт, которому нет равных на Западе». Мне бы хотелось встать сейчас, встать и произнести эту фразу еще раз, потому что это не просто тема сегодняшней программы, это какой-то лозунг. И даже я бы, ну сейчас я прежде всего, извините уж за пафос, представлю моего сегодняшнего гостя. Это Станислав Протасов, старший вице-президент Параллелс. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер, Олег. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон студии 6510-996, код Москвы495. Также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите и задавайте свои вопросы. Ну и если позволите, первый вопрос задам я и вам, уважаемые слушатели. Вообще вы считаете, есть ли возможность нам сделать продукт, которому не будет равных на Западе? Ну давайте я начну, наверное, отвечать на ваш вопрос, будучи тоже радиослушателем в некой смысле. Станислав, извините, причем смотрите, да, у нас тема все-таки действительно носит вопросительную интонацию такую, как сделать продукт, которому нет равных на Западе. А вообще, в принципе, существует такой продукт? Он может быть, да? Ну, конечно, может быть. На самом деле их достаточно много. Просто они не очень большие, да, потому что, ну, по всем известным нам причинам, там, развал страны и прочее. Наверное, мы немножко время потеряли. Но достаточно много людей, которые делают интересные вещи и продают их на Западе. И на самом деле я не вижу никакой разницы на Западе, на Востоке, на Севере или на Юге, да? Ну, здесь, естественно, речь не о географии идет, да? Совершенно не о географии, да. У нас хорошие люди, у нас хорошая школа. Она имеет огромную инерцию, наше образование. У нас хорошие инженеры. У нас есть проблемы с организацией производства по разным причинам. Там сами организационные, там законодательство и прочее. И, кроме того, не хватает людей с опытом, которые умеют это организовывать. Но эти люди появляются, они появляются в разных областях. Там какие-то люди, поработав на Западе, приезжают сюда, организуют здесь. И здесь появляются интересные продукты или части каких-то продуктов, да? И можно сколько угодно говорить. Вот, например, там наша компания, да? Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. У нас, на самом деле, два бизнеса в одной компании. Один бизнес – это такой консюмерский продукт, да? Там, скажем, продукт, который позволяет пользователям Apple-овских компьютеров запускать Windows-приложения на своих Apple-овских компьютерах. И мы однозначный лидер в мире. И у нас хорошая и сильная конкуренция. Там, скажем, наш крупнейший конкурент – это компания VMware из Калифорнии, основанная там профессором Стэнфордского университета и его женой, да? С капитализацией существенно больше нашей, там 20 миллиардов. Тем не менее, на вот этом рынке мы их обыграли. А второй наш бизнес – это вот облачные вычисления, да, инфраструктура для облачных вычислений. И мы здесь, в общем-то, тоже лидер. То есть это легко понять, посмотрев там на наших клиентов, посмотреть на то, какое количество вообще провайдеров этих облачных услуг в мире используют наши продукты. То есть в обоих этих бизнесах мы каким-то образом, в общем-то, сумели стать лучшими в мире. И можно там долго вспоминать какие-то другие. Ну, в общем, я считаю, что в этом плане наши люди имеют все шансы выигрывать в мировой конкурентной борьбе. Я понял вашу мысль. Во время монолога вашего такая фраза прозвучала, что есть у нас еще инерция, инерция некая, да? Мы вот по инерции движемся, движемся. Это инерция, оставшаяся со времен Советского Союза? Ну, в общем-то, да, смотрите, безусловно. Но вот это ускорение мы, как правило, не получаем. Но на самом деле получаем, да? То есть последние несколько лет идет активные попытки запустить опять систему образования, запустить науку. Почему я говорю инерции? Потому что, ну, ни для кого не секрет, да, что в 90-х там научная школа и система образовательных учреждений Советского Союза оказались под самым мощным ударом, потому что им просто перестали давать деньги. Но, тем не менее, вот если посмотреть то, что происходит сейчас, там Иннополис в Казани, да, там собираются запускать, то же Сколково, Сколтех, тот же Фистех-21, сейчас идут какие-то инициативы, которые пытаются повернуть спять вот этот процесс. То есть он и так замедлился, потому что в ВУЗы начали приходить какие-то деньги. Но сейчас его пытаются вывести на поступательную какую-то траекторию. Еще один из ваших тезисов. Человек, ну, какой-то гипотетически уехал по известным, наверное, да, по понятным причинам за рубеж, там овладел некой профессией, может быть, да, некими технологиями и возвращается в Россию, дабы здесь это дело применить. Ему это надо, почему он там-то не остается? Слушайте, ну, на самом деле, да, любая страна имеет свои плюсы и минусы. То есть вот тот взгляд, что, скажем так, на одной шестой части суши жить очень плохо. Ну, тяжело, как минимум. Да, тяжело. А в других частях света очень легко. Он не совсем верный. Во всех странах есть свои минусы, да. Кроме того, ну, есть такое понятие, там, как корни, да, там, друзья, знакомые, родители и прочее. И у любого нормального человека, достигшего какой-то уровень, да, у него периодически возникает желание, там, поработать в какой-то другой стране. И своя родная страна, она всегда имеет какое-то преимущество. Поэтому люди возвращаются, тут вопрос... В общем, не обязательно он хочет поработать в другой стране, не потому, что здесь стало плохо ему. Совершенно не обязательно. Нет. Если человек успешный, очень редко бывает так, что его выгнали с позором, да, на мороз, как говорится. Беден, бедолага пошел. Бедолага вернулся и тут готов за это. Нет, просто, ну, какой-то этап, там, в жизни человек завершил, да, чему-то научился, достиг каких-то высот, его, может быть, переманили, а может, он сам как-то переманился. И люди начинают работать уже здесь со своим международным опытом. Я знаю, у меня есть несколько таких знакомых, которые вернулись. Конечно же, конечно же, в России есть минусы. И конкретно в Москве есть минусы, да. Вот, например, пробки, они способны свести с ума любого человека. То есть инфраструктура, вообще инфраструктура Москвы, она тяжела для жизни, да. Ну и для работы в том числе, наверное, да? Ну, естественно. Если у вас деловая встреча, если вы опаздываете куда-то, это же невозможно. Невозможно. То есть, и причем метро тоже не всегда вырежет, да. Конечно же, тоже не вырежет. И в Москве, ну, вот, скажем, там наши люди в Сиэтловском офисе, они вполне планируют и проводят 3-4 деловые встречи в день, да. В Москве больше, чем одна в день очень-очень тяжело. Либо вы расширяете ваш день так, чтобы он начинался в 6 утра, заканчивался в 12 ночи. Ну, это тоже так. Долго не протянешь уже, естественно. Так, хорошо, хорошо. Значит, ну, давайте под итог такой подведем. Есть, да, возможности. Есть, безусловно. И не надо огульно вот так говорить, да, если это в России. Есть, безусловно, возможности. У нас хорошие инженеры, у нас хорошие традиции, у нас хорошее образование. Это без всяких сомнений. Я понял. Хорошо, тогда давайте чуть поподробнее все-таки о вашей компании, потому что вы, ну, мало того, что вы действительно многие вещи, да, делаете гораздо лучше, чем... У вас нет конкурентов, да, с ваших же слов. У нас есть конкуренты. Хорошо. У нас конкурентов море. За спиной. Да-да, я неправильно выразился. Все ваши конкуренты за спиной, вы номер один. Чуть подробнее, пожалуйста, о ваших продуктах. Вот первый из них, да, это Windows для iPad. Не для iPad, а для iMac, скажем так, или для MacBook. Понял. Ну, тем не менее, всегда тоже, я, по крайней мере, даже на работе, на основной, очень сталкиваюсь с вопросом, что вот то или иное программа восприятия не встает, да, вот на Windows встает, на Mac не встает. И что надо сделать? Да, безусловно. Тут смысл очень простой, да. Есть такая вещь, как операционная система. Это набор там библиотек, системных вызовов, которые позволяют уже приложениям работать. И приложения, написанные под одну операционную систему, на другой не работают. Вот, соответственно, то, что мы сделали, мы сделали виртуализацию, да, когда, по сути дела, наша программа изображает из себя компьютер и позволяет запускаться на себе операционной системе, скажем, Windows или там Linux. Любой, любой операционной системе. Да, любой. Вот, соответственно, приложения, написанные под эти операционные системы, можно запускать внутри этой программы. И, соответственно, вы можете, запустив macOS и наслаждаясь приятным интерфейсом инженеров Apple, а тут же в параллель запускать Windows-приложения и использовать их для той работы, которую вы не можете сделать на Mac. Да, там, скажем, вот 1С-бухгалтерия. Для Mac ее пока нет, может быть, никогда не будет. Для Windows она есть. Соответственно, мы интегрируем как бы две операционные системы в одну. А вот эта идея, она пришла в голову вам прежде всего, да, что вот неплохо бы сделать такую штуку. К сожалению, я задать вопрос успею, а услышать ответ не успею. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Станислав Протасов, старший вице-президент Параллелс. И тема сегодняшней программы – как сделать продукт, которому нет равных на Западе. Сообщу еще раз. Телефон в студии 6510-99,6. Код Москвы 495. Код, простите, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Ну и, собственно, поделитесь собственным мнением по поводу на сегодняшней темы. Как вы считаете, есть ли вообще возможность в России сделать нечто, которому не будет равных на Западе. Хотя Станислав свою точку зрения уже сформулировал. Я ему доверяю, потому что сейчас мы говорим о непосредственно компании, которую он представляет. И она по многим показателям впереди планеты всей. Вернемся вот к вашему первому, да, детищу. Продолжите, пожалуйста. Хорошо. Ну, отвечая на ваш вопрос, мне ли личная идея пришла в голову, а, естественно... Ну, не вам лично, может быть. Да, к сожалению. Вашим коллегам. Да, к сожалению, это большая группа людей. Да. И мы работаем над этим, наверное, где-то с конца 90-х годов. Тогда же были зафайлены наши первые патенты. И компания VMware, которую я упоминал, она начинала примерно в то же время. И мы шли независимо, естественно. Но многие идеи и многие вещи оказались в конечном итоге очень похожими, как это бывает. Так вот, чтобы было понятно, да, у нас сейчас, наверное, около двух сотен патентов, которые нам выдал американский патентный офис, а он, в общем-то, в мире номер один по выдаче патентов, да. То есть, если вы занимаетесь программным обеспечением и продаете его в мире, в первую очередь вам надо подавать патентные заявки именно в США. А почему так? Ну, дело в том, что, во-первых, США – это самый большой рынок программного обеспечения. Он, грубо говоря, 40%. Вот, грубо. Да, всего мира. Это первое. Второе. У США есть взаимные, ну, незаконные, наверное, акты о признании патентного законодательства со всеми развитыми странами. То есть, если вы получили патент США, то в Европе, скорее всего, он тоже будет действовать. Несмотря на то, что у европейского сообщества есть свой патентный офис. А, извините, в случае, если вы получили патент где-то в другом месте, может ли он действовать в США или там будут смотреть на него высока? Нет, там, ну, никто не смотрит свысока, да. Там вопрос – это к юристам, скорее, нежели чем ко мне. Но защитить патент, выданный, скажем, в России в американском суде, будет очень тяжело. Это некий тоже вот… Это по аналогии с известными историями, когда диплом наш, да, он котируется, либо не котируется. Вы знаете, на самом деле, это тоже некий такой миф, да. То есть, все-таки люди… Для американцев, для большинства российские дипломы вообще ни о чем не говорят. Но вот если, скажем, какая-нибудь компания Microsoft наняла выпускника МГУ, и он оказался хорошим, то дальше они, вот конкретно эти люди, начинают думать, что из МГУ идут хорошие люди. Хорошие люди. Ну, прежде чем нанять этого товарища, да, с диплома МГУ, они же посмотрят на диплом и скажут… Нет, не посмотрят. Там все работает очень просто. В принципе, в некоторых ситуациях бывает необходимость перевести свой диплом и там нотариально заверить, да. Но для большинства… Вы поймите, инженер, который пишет программное обеспечение в Америке, это в среднем бакалавр. То есть там люди не получают мастера, да. Это даже вызывает некое удивление, когда программист имеет там Master of Science или даже PhD, там, Philosophy Doctor. Вот. И поэтому они вообще относятся к этому просто. Они относятся так, там, код писать умеешь, думать умеешь, ага, в каком-то вузе учился, ну, давай попробуем. Поэтому это, в общем-то, миф, что… Это не медицина, да. Вот в медицине действительно так, как говорят. То есть там диплом нашего вуза не признается, надо получать действительно лицензию американского доктора. А в нашей индустрии все намного проще. Может быть, именно поэтому и удается здесь обгонять известных лидеров? Вы знаете, на самом деле тоже не надо недооценивать, да, все-таки Америка сосет таланты со всего мира. И поэтому там, скажем, в Калифорнии или в том же штате Вашингтон, да, там огромная концентрация талантливых людей. Это действительно так. И, в общем-то, поэтому, в частности, тяжело конкурировать с американскими компаниями. Причем это… Потому что у них выбор большой. Это концентрация, это результат, да, полномерного действия определенных структур в штатах, да? Ну, конечно. Поглашают, зазывают, создают условия. Там намного проще, да, чтобы было вот понятно, когда они начали инвестировать в Силиконовую долину, они же огромное количество средств. Я сейчас цифр не помню, но там уровень был десятки миллиардов долларов в год, да, которые раздавались через различные агентства, там, Министерство обороны, есть такое известное агентство ДАРПа, да, там, на продвинутый ресерч. Какие-то коммерческие компании. И там росли вот высокотехнологические стартапы, да, компании. И они, поскольку не могут существовать без талантливых людей, вот они уже тащили талантливых людей отовсюду и так далее и тому подобное. То есть не было такого, что чиновник там в Госдепе, скажем, нам нужно… Государственная программа, у меня почему-то аналогии садят. Вот такая у нас сегодня государственная программа. Они, конечно же, были, да, но просто они не были настолько детализированы. Инициатива в любом случае исходит… Естественно, естественно. Я понял. Хорошо, тогда дальше, давайте продолжим дальше разговор и поговорим вот о том, чем вы занимаетесь в области облачных технологий. Отлично. Это очень интересно и тем более актуально. Хорошо, но облачные технологии немножко до сих пор остаются термином, вызывающим смятение в умах, если можно, да, там, кто хочет, тот и понимает. На самом деле облачные технологии – это просто получение какого-то сервиса через интернет, да, то есть, скажем, вот, e-mail-хостинг – это облачная технология, там, бухгалтерия онлайн – это облачная технология и так далее и тому подобное. И в сущности в облачных технологиях есть такая общая проблема, да, то, что сервис надо помимо того, что придумать, вот мы с вами сели и придумали там для слушателей «Финам.ФМ», мы за деньги будем, не знаю, там, курс валют с любой точностью делать, да, там. Кроме того, что придумать, нам нужно программное обеспечение, которое этот сервис создаст, сконфигурит, да, это называется «провижение». То есть, человек должен его получить. И вторая часть – это возможность брать деньги за этот сервис. Это вот биллинг. Вот, по сути дела, то, что мы делаем, да, это программное обеспечение, которое позволяет создавать любой сервис и брать за него деньги. Если там погружаться в детали, да, их огромное количество там, как всегда, и это, несмотря на то, что звучит крайне просто, на самом деле достаточно сложно, да, но в любом случае облачные технологии – это, конечно же, мейнстрим. То есть я, особенно с учётом того, что сейчас ланшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих мобильных устройств продаётся существенно больше, чем компьютеров, я думаю, что облачные технологии на следующие, там, десятки лет, да, это основной способ получения сервиса такого. То есть с этой точки зрения вы как раз занимаетесь тем, что наиболее перспективно, да? Ну, нам так хочется думать, да, ну и, наверное, оно так и есть, потому что мы сейчас видим, что практически все большие компании, будь то производители программного обеспечения, телекомы и так далее и тому подобное, срочно прыгают в вагон с надписью «облачные технологии». Ну, прям так срочно? Ну, действительно, да. А что заставляет вот их сделать этот прыжок? Смотрите, есть некое, может быть, не совсем в отношении того, чем вы занимаетесь, но всё равно, наверное, существует некое понятие моды, да, надо не отставать от времени, или действительно это необходимо с точки зрения ведения бизнеса. Вот я чуть позже задам вам несколько вопросов, опять мы будем сравнивать традиционно, как эта история происходит в России, как, ну, в частности, в Соединённых Штатах Америки, и всё-таки отличается, да, вот, видимо, взгляд бизнесмена на... Смотрите, это не совсем мода, да? Основная причина, почему облачные технологии так быстро начинают расширяться и шагать по планете, и растут так быстро, это удобство. Потому что, если вы маленький и средний бизнес, да, с ограниченным количеством сотрудников и с огромными планами, но пока очень лимитированными деньгами, вам важно фокусироваться на сути вашего бизнеса. То есть, если вы делаете пиццу, у вас должна быть лучшая пицца в городе, а не лучший веб-сайт и не самый дорогой веб-мастер, там, я не знаю, Артемий Лебедев, да, вот. Вот, и вам не нужен системный администратор, потому что вам, в общем-то, даже компьютер не нужен. Вам нужен там веб-сайт, возможность заказать пиццу, красивые картинки с вашим меню и подобные вещи, да. Поэтому облачные технологии для вас это как раз возможность вот это всё получить и не тратить на это много денег. Ну да, с минимальной издержкой. Именно, именно. Это просто удобство. Это просто удобство, хорошо. Хорошо. Это вот первая часть, да, о которой вы говорили. А вторая часть, это получить деньги или мы деньги получаем уже непосредственно при общении с клиентом? Не, ну, как... Зависит от того, чем мы занимаемся. Кто, как получает деньги, это, да, зависит от бизнеса. Но в любом случае, вот представьте, что вы сделали там, не знаю, простейший сайтостроитель для ресторанов, да, там. Заказ столика, заказ меню там какой-то предварительный, заказ там вина. Всё это через интернет. Всё это через интернет, да. Рестораны охотно у вас этого покупают и начинают там своими продуктами набивать и выставлять это пользователям. Понятно, что как вы с них деньги будете брать? Скорее всего, за время использования, да, то есть вы выставите средний там по рынку или чуть выше среднего тариф, да, и начнёте с них брать. Если вы берёте очень много, у вас тут же появятся клоны, которые сделают то же самое, но дешевле. Ну, вот примерно так. Кстати, вот эти клоны, они за счёт чего демпингуют? Они делают хуже, они делают... Смотрите, нет, не делают хуже. Это вот очень легко пояснить, да, вот. Есть такие достаточно дорогие устройства под названием iPhone, да, которые там заметно дороже, чем телефоны, смартфоны производителей азиатских стран. Реально они такие дорогие, в частности, потому что компания Apple делает research, да, то есть вот, или неокр, по-советскому это называлось. То есть они как раз тратят неимоверные усилия в то, чтобы создать там какой-то user experience, с которым может разобраться и ребёнок, да. Это стоит огромное... Азиатские производители другим путём. Когда есть клоны, они могут это копировать. Данислав, сейчас ещё раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Как сделать продукт, которым нет равных на Западе». В гостях у меня Станислав Протасов, старший вице-президент Parallels. И мы говорим о двух основных, да, наверное, стратегиях вашего бизнеса или составляющих вашего бизнеса. Ну, пока да. Мне хотелось бы всё-таки, наверное, ещё сказать о том, что мешает делать продукты, которые будут лучшими в мире. Вот смотрите, если брать мою отрасль, производство программного обеспечения, ну, наверное, у любого слушателя сейчас есть какое-то представление, да, что это нужно нанять программистов, они напишут код, нужно нанять тестировщиков, они его оттестируют, и вуаля, вот оно. На самом деле всё не совсем так, да, всё немножко сложнее. И как раз вот одна из основных проблем в России заключается в том, что программисты и тестировщики у нас как раз есть, и хорошие достаточно. Может быть, одни из лучших в мире, да не может быть, а точно одни из лучших в мире. Но помимо этого нужны люди, которых там называют продакт-менеджеры, программ-менеджеры в разных компаниях. Это как раз те люди, которые думают о продукте как о продукте, целиком, да. Вот чтобы вы понимали, например, во многих западных софтверных компаниях есть специальные такие программы, когда сидит большое количество людей и думают о том, как будет выглядеть общение пользователя с продуктом в течение первых 48 часов. То есть как он пришёл в магазин, как ему продали, да, как он открыл коробку, что он там увидел. То есть всё моделируется в деталях. Естественно, естественно. И на самом деле это тоже пока такая полунаука, да, полу, потому что она никак ещё не формализована, да. Но тем не менее на Западе уже огромное количество людей этим позанималось, прочитала курсы в университетах и может подсказать, написала книги и так далее и тому подобное. У нас пока продуктовых компаний очень мало. Соответственно, людей, которые способны думать о продукте как о продукте, тоже не хватает. И это достаточно сильно лимитирует наши возможности создавать продукты мирового класса. Потому что технологию придумать у нас талант есть в стране, да. Её имплементировать тоже есть. Но сделать законченную, это даже не продать. Не совсем продать. Продать это следующий этап, да. Когда мы сделали это, нам нужны будут ещё таланты, которые умеют продавать. Их тоже не хватает на самом деле. И вот здесь виден дефицит. Вот в специалистах такого уровня. А, кстати, специалисты такого уровня, они как, это самородки, они, так сказать... В нашей стране? Ну, нет, давайте в принципе, да, этому где-то учат. Нет, конечно учат. Это в западных университетах есть на эту тему курсы. И в софтвере инжиниринге, в компьютер сайенс, да. Вот. Есть люди, которые это сделали для компаний, которые мы все знаем. Но всё равно можно сказать, что они, они, сейчас скажу, они всё-таки, ну, руками всё это делают, да. То есть это ещё не профессиональный бизнес всё-таки, да, не профессиональный... Нет, это вполне профессиональный, то есть огромное количество книг на эту тему написано, да. Но это, понимаете, когда я говорю, что это не совсем как наука, да, это как экономика, да. Вот экономисты, они хорошо могут рассказать, почему, что случилось в прошлом. Но вот будущее пока ещё есть проблема. Совершенно верно. Вот с продуктовым менеджментом на самом деле в неком плане такая же ситуация, да. То есть есть огромное количество людей, которые уже обобщили опыт предыдущих продуктов. Но вот рецепта пуленепробиваемого для того, как создавать сегодня новый продукт, таких людей, к сожалению, пока ещё не появилось. Ну, как минимум в большом количестве. Вот, ну и, соответственно, что может делать российская компания для того, чтобы этот дефицит как-то ликвидировать, да. Первое, нанимать людей за рубежом. Ну, что, собственно, и происходит, наверное, да? Это происходит. Второе, это выращивать своих кадров. Их тоже можно выращивать. У нас действительно хорошие, талантливые люди. И на самом деле, удивительным образом, вот у нас большинство специалистов, работающих над нашими продуктами, они выращены в стенах нашей компании «Параллелс». Вот. Хотя зарубежных специалистов мы тоже охотно нанимаем. Особенно учитывая то, что жизнь в Москве так дорожает, что скоро можно будет нанимать специалистов из Америки, потому что это будет дешевле, да. Это действительно так, да? Ну, пока еще не совсем так, но это сопоставимо, да. То есть, скажем, там, 2000 год, я помню, 500 долларов, как зарплата IT-специалиста, это считалось очень хорошо, тысяча – это просто вообще, а полторы – это все. Это человек отмечен, да. Богом. Богом, именно так. А на Западе, там, скажем, специалист такого уровня, который получал здесь тысячу долларов, да, он получал, там, 120-150 тысяч долларов в год. То есть, в 10 раз больше. Сейчас разрыв, он, наверное, раза два, понимаете, да? То есть, это уже не 10 раз. И он продолжает сокращаться. А если учесть, там, скажем, такие факторы, как стоимость жизни, да, которая в Америке незаметно во многих местах стала ниже, чем в Москве, то… Ну, опять-таки, если говорить об Америке и сравнивать уровень жизни, все-таки мы не говорим о Америке столичной, да, это все равно будет… А в Америке толком столицы нет, потому что, ну, Вашингтон, это же… У нас был офис рядом с Вашингтоном в свое время. По уровню цен, по уровню… Деревня, где не адвокаты и президенты, да, то есть, это не так, как у нас. И уровень цен там не самый высокий. Там, наверное, самый дорогой… Ну, да, наверное, самый дорогой город Америки – это Нью-Йорк, где финансисты у них засели. Так что… Понятно. Ну, видите, у нас, как минимум, есть к чему стремиться в любом случае, да. Итак, уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях Танислав Протасов, старший вице-президент Паралис, и мы говорим о том, как сделать продукт, которому нет равных на Западе. И в любом случае, на мой взгляд, уже вырисовывается у нас некий ответ на этот вопрос. Он прозвучал в начале программы в качестве вопроса. Действительно, ну, как бы изначально есть такая возможность, для этого есть и люди, для этого есть и ресурсы, для этого есть и желания, да, наверняка. И более того, вот, основной из проблем, да, почему не всегда получается сделать именно такой продукт, о котором идет речь, потому что нет вот неких специалистов, да, ну, даже… Они появляются, просто, ну, сзади них не родились. Чтобы было понятно, да, там, скажем, вот, если вспомнить наши продуктовые и софтверные компании, лучшие, там, я не знаю, Касперского, нас, там, Аби, Акронис. Аби был у меня на этой неделе как раз. Ну, вот, отлично, вы их тоже знаете. Если нас всех вместе, там, наверное, посчитать, я думаю, что, ну, у нас будет, там, 15 тысяч инженеров, да, во всех этих компаниях. А в Майкрософте порядка 25 тысяч, понимаете, да, в одном Майкрософте. И понятно, что даже если бы у нас не было, там, дырок в образовании и дырок в людях, то все равно у нас просто меньше людей этим занимается. Но мы потихоньку, там, как-то развиваемся, я думаю. Ну, похоже, вот, вы говорите, Станислав, что вы потихоньку развиваетесь. Похоже это на то, что вы все-таки в какой-то степени вращаетесь, да, варитесь в собственном соку и никак за пределы этой инерции. Ну, не совсем так. Ну, почему? Вот у нашей компании, например, доля российских продаж, она, ну, вот, может быть, в этом году там выйдет за 2%. То есть из нашего оборота, там, 3% будет на российском рынке. То есть мы считаем, что это мало, особенно учитывая, там, наши корни. Мы считаем, что можно иметь больше. Но тут мы, в принципе, привязаны к тому, как развивается рынок в России для ПО. А остальное мы собираем по всему миру, и, там, раскладки, они, там, 40% США, да, там. Что естественно, да? Да, 40% там Европа. Ну, то есть, если говорить, да, о рынке, как о рынке сбыта, вот эти перспективы развития отечественного рынка, они насколько радужны? Они достаточно большие, но отечественный рынок, он достаточно своеобразный, да. Надо понимать, что, вот, скажем, я где-то видел оценку, что маленький и средний бизнес в России, это примерно 25% всех работающих. А там, в Америке, в Европе, там, плюс-минус, это очень грубо, половина, да. То есть у нас просто меньше мелкого бизнеса. А понятно, что мелкий бизнес как раз потребитель всяческих таких нововведений, потому что для него жизненно важно, чтобы нефокусные процессы и нефокусные активности занимали как можно меньше времени, да. Вот. Кроме того, российский, конечно, и рынок, и менталитет, он очень своеобразный, да. И мы можем с вами, наверное, еще целый час разговаривать только об особенностях. Тут целый час у нас не получится, но два слова надо сказать, тем не менее, особенности. Ну, смотрите, вот, скажем, достаточно сильно в российском обществе, и это я там, и в беседах с коллегами, и в беседах со знакомыми, есть такая вот установка, что что бы ни делало государство, это коррупция распил денег, да, там, Сколково, это распил денег, там, Олимпиады распил денег, все распил денег, да. И для того, чтобы это остановить, у всех есть понимание, как надо устроить жизнь, там, ввести жесткий контроль. Но у нас и так один из самых жестких контролей, да, и кроме того, надо понимать, что... Это как в том анекдоте, да, нужно поставить контролера, а над этим контролером еще, над контролером еще, и так это бесконечно. Тут же надо как-то исходить из того, что должно делаться дело, да. И когда дело делается, делаются ошибки. И, ну, мне трудно говорить, каким образом устранять воровство, и кто будет принимать решение, своровали или это просто ошиблись. Я не готов на это ответить, я никогда не работал в госвласти, и пока не собираюсь. Но нельзя доводить тоже до предела, да, до того, что лучше ничего не делать, деньги сберечь... Да, никуда не потратить. Зато никто не украдет. Деньги надо тратить. Деньги обязательно надо тратить, иначе в них нет смысла. То есть их нельзя накопить там на счастливую жизнь будущих поколений. И это, конечно, зачастую удивляет. Я вам больше скажу, мы же там достаточно часто общаемся, мы участник Сколково, например, да. И вот меня иногда просто шокирует, что даже сами... Вот я не видел примеров коррупции в Сколково, чтобы вы понимали, да. Просто не то, что там ни разу никто ничего не брал. Все святые там собрались. Я не знаю, они святые или нет. Они получают вполне рыночные зарплаты. Они достаточно хорошо. Но вот мысль о том, что кто-то что-то сейчас попытается украсть в разговорах с людьми, постоянно вот чувствуешь, да, что они на страже. И это как-то странно видеть достаточно. То есть они сами контролируют, да, этот процесс, что ли? Они сами контролируют, они сами подозревают, что где-то что-то пытаются постоянно украсть. То есть это странно, это мешает работать, потому что это создает там лишнюю отчетность, да, заставляет заниматься непродуктивной работой. Но надо же понимать, что если мы с вами делаем какой-нибудь сервис или какую-нибудь компанию, любой отчет это на самом деле то, что на английском языке называется overhead, да. То есть лишняя, бессмысленная работа. В ней может быть смысл, если она позволит нам не расползтись, да, широким фронтом, а держать курс. Но не более того. Я понял. Станислав, еще небольшая пауза у нас с новостями на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодняшней программы «Как сделать продукт, которым нет равных на Западе». В гостях Станислав Протастов, старший вице-президент Паралис. И, собственно, продолжим. Замечательный вот этот тезис, да, по поводу того, что все у нас вроде бы есть, все у нас вроде бы есть, нет только одного. И никак невозможно это проконтролировать. Да нет, но это... Я просто говорю, что это меня иногда даже удивляет, как много внимания этому уделяется, да, потому что, ну, скажем, если почитать про американскую историю, ну, там тоже были громкие достаточно скандалы. И в целом, я думаю, что люди примерно одинаковы во всех странах мира, да. Но почему-то это вот не превращается в такое, что у нас обязательно ничего не получится, и все, что инициирует государство, обречено на провал и на воровство. Ну, вот я не знаю, каким образом этот менталитет должен измениться, и кто его должен менять, да, потому что на самом деле любая ресурсозатратная область, да, а научные технологические вещи, они всегда ресурснозатратные, они требуют участия государства. И во всех странах мира государство участвовало для того, чтобы выстроить вот то, что называется хай-тек, да, индустрию. И российское государство также пытается. И, в общем-то, мне кажется, что в целом оно, наверное, действует правильно. Но вот откуда такой фон, что все очень плохо, да, надо срочно умереть, это для меня небольшая загадка. Но это действительно сильно палки в колеса? Нет, палки в колеса это не особо ставит. Хотя вот, если честно, да, там попытки что-то делать с государством натыкается на то, что количество отчетности увеличивается на порядке. Правда, это какой-то кошмар. Но, к сожалению, судя по всему, ничего сделать невозможно. И даже когда вы хотите, скажем так, сделать что-то вместе с государством, без того, чтобы поиметь минутную выгоду, да, там, не знаю, нам нужны инженеры, мы хотим, чтобы, там, российские вузы как-то более правильной программой делали. Если вы что-то делаете с государством, отчетность, которую вам придется предоставлять, она... Сразу всю инициативу гасит, да? Ну, сами думаете, зачем я в это ввязался, да? Да, бывает такое. Кстати, если говорить о взаимодействиях с вузами, вот ваше сотрудничество с Новосибирским государством... Ну, мы с самого начала. У нас же, понимаете, основная ценность компании – это кадры, да? То есть, софтверная компания так устроена, что у нее есть какое-то программное обеспечение, то есть, там, миллионы строк кода, которые она написала. Есть люди. Реально, вот эти миллионы строк кода без людей не имеют ценности, потому что основное знание, оно в головах людей. И людей нужно каким-то образом готовить, получать и так далее, и тому подобное. Естественно, что мы с самого начала работали с вузами, начинали мы с физтехом, потому что я сам выпускник МФТИ, да, там... Те люди, которые компанию основали, они там, наверное, 100% выпускники МФТИ. Но по мере того, как мы росли, да, там, у нас появлялись какие-то другие взаимодействия с вузами. Там, второй вуз, с которым у нас хорошее очень отношение и давно работаем – это Новосибирский госуниверситет. Он, кстати, очень сильно похож на московский физтех по своему устройству и по своему размеру. Сейчас мы также работаем с университетом Алферово в Санкт-Петербурге, с московским госуниверситетом. Ну, как-то вот пытаемся. Ну, то есть задача ключевая, тем не менее вот это, да, кадры, 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 кадры. Конечно, конечно. То есть, чтобы помимо тех дисциплин, которые студенты получают в рамках вузовского курса, они прикоснулись к чему-то живому и получили понимание, что нужно таким компаниям, как мы. И я считаю, что это взаимообогащающее сотрудничество, да. То есть наши, вот, скажем, из нашего московского офиса у нас, наверное, преподают, наверное, человек 20 сейчас. То есть там читают лекции, ведут семинары. И я считаю, что это очень полезно и для них лично, и для компании в целом, да. Ну и, конечно же, возможность посмотреть там на студентов, подтянуть и понять их уровень. Вы сами лично в этом принимаете участие? Я, к сожалению, принимаю в этом участие только с организационной точки зрения. Мне не хватает времени, а в свое время, когда я хотел это сделать, я наткнулся на такую препятствию, которая хорошо вот подчеркивает специфичность нашего государства, да. У меня не было ИНН. А ИНН у меня не было, потому что в тот момент времени, это там лет семь назад, у меня не было постоянной прописки. Ну вот просто не было и все, да. То есть вы бомжевали семь лет назад, вы бомжевали. Окей, как хотите. Ну если нет постоянной прописки, как Станислав? Как хотите, называйте, да. Бомжевал, соответственно, вуз не смог меня устроить на работу. То есть они сказали без ИНН и не устроил. Это тоже анекдот такой, да. Ну это опять вот такая фраза избитая, конечно, я сам не очень люблю ее слушать, но сейчас почему-то она у меня на языке. Это может быть только у нас, ну видимо. Не, ну вы знаете, в любых странах это может быть, да. Там, скажем, если взять Германию, то вот, скажем, для получения бизнес-визы в Германию, по крайней мере раньше, я не знаю, как сейчас, давно уже этим не занимался, нужно было выписка из того аналога нашего ЕГУРУ, да, вот Единого государственного реестра юридических лиц, плюс информация по человеку, который работает в этом немецком отделении, включая его прописку. То есть в Германии есть аналог прописки на самом деле, то есть регистрации. Да, поэтому, когда вот с этим сталкиваешься, как-то перестаешь думать в терминах, что это может быть только у нас, это просто еще один забавный косячок, который мешает нам на нашей жизни. Ну в конечном итоге уже стал вот этот косячок, стал препоном неким, да, чтобы вам пойти вот в том направлении, которое вы хотели, ну на тот момент. Ну нет, не то, что я хотел, я хотел как-то пообщаться со студентами, да, там, и меня в кафедра информатики МФТИ как раз приглашала, и у них были идеи, что я могу там рассказать студентам. А вот, ну не сложилось, с другой стороны у меня как бы сейчас-то можно это делать, да, но времени нет. И тогда на самом деле непонятно было. Прописки все в порядке, Станислав, да, сейчас? Да, я сейчас все в порядке, поэтому... Так вот я, собственно, какой вопрос хотел задать, вот в разговоре о том, насколько вы тесно общаетесь со студентами, ну, наверное, было с чем сравнить, но, как видим, с вашей студенческой юностью, или, может быть, потом, да, вы также каким-то образом следили за молодыми рьянами. Вообще есть сдвиг, ну и направление, движение вот в положительную территорию, потому что... Мне кажется, что есть. Мне кажется, что есть. Вы знаете, был достаточно сильный провал где-то вот в конце 90-х, да, то есть качество студентов казалось хуже, и казалось, что все это умирает. А вот потом оно как-то начало выпрямляться, и, в принципе, я бы сказал, что сейчас хорошие студенты нормально преподают. Есть другая проблема, да, то, что вот преподаватели, они начинают потихоньку становиться... Их начинает не хватать, да, потому что там старые зубры, которые читали курсы еще в советские времена, они в силу естественных причин там уходят на пенсию, умирают, а замена им приходит не так быстро. Кстати, замена – это вот то самое поколение, которое, да, после 90-х вот этот провал-то и обнаружило. Ну, во-первых, я бы не сказал, что тут основная проблема вот в провале, да. Я думаю, что основная проблема – это то, что зарплаты в вузах остаются неконкурентноспособными. Я знаю, что у Министерства образования там есть инициативы о том, как это решать, и эти инициативы на самом деле вполне здравые, да, но вот как пойдет, пока до конца не понятно. А что такое инициатива? То есть Министерство образования, как всегда, планирует какие-то действия, потом с этими действиями, значит, обращается. Смотрите, Министерство образования не может взять там, если, скажем, у преподавателя, у профессора в вузе там зарплата 50 или 60 тысяч рублей, Министерство образования не может там взять и поднять ему в пять раз, да, чтобы оно там как-то соответствовало лучшим вузам мира. А вот, кроме того, вот эти заработки достаточно большие, да, они обычно идут с двух сторон, со стороны вуза и со стороны каких-то исследовательских грантов. Министерство образования делает... Так принято во всем мире, да, или это о нашей практике? Делает во всем мире. Министерство образования пытается запустить вот эту практику с грантами. Это тяжело, потому что у нас вузовская наука многие десятилетия была достаточно сильно оторвана от коммерческих приложений, да. Ну, в Советском Союзе она была вроде не оторвана, но на самом деле там столько ступеней между преподавателем и исследователем в вузе до непосредственно, я не знаю, там, завода, который клепал межгалактическую ракету, да, что на самом деле связи не было. А в условиях современного мира связь должна быть очень простая, да, то есть пришла компания, которая пытается сделать что-то инновационное, и ученым дала заказ на какое-то исследование. Ученые выдали результат, который хоть как-то можно использовать, да, например, результат может быть отрицательный, это не проблема, но как минимум коммерсанты должны понять, что результат есть, и он отрицательный, да. Сейчас одна из основных проблем заключается в том, что ученые что-то выдают, а коммерсанты на это смотрят как на неведомую зверушку, да, то есть понять невозможно. А вот, министерство образования как раз пытается это изменить, пытается какими-то программами ликвидировать эту проблему. То есть, ну, что-то хорошее, разумное происходит. Ну, дай бог. Станислав, огромное вам спасибо, что вы нашли время сегодня посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, я буду заканчивать потихонечку. Еще раз напомню, в гостях был Станислав Протасов, старший вице-президент Паралис, и мы говорили сегодня, как сделать продукт, которому нет равных на Западе. Ну, главная все-таки идея, которая мне больше всего близка, моему сердцу, сделать этот продукт реально, возможно. Для этого у нас есть необходимые, наверное, да, какие-то составляющие. Чего-то не хватает, это понятно, но, в любом случае, из рассказа Станислава, понятно, мне стало то, что мы в этом направлении движемся, и, дай бог, что все будет хорошо. Куда-нибудь придем. Куда-нибудь придем. Спасибо огромное за внимание. До свидания, успехов в бизнесе.